МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гагарин снова отправился в экспедицию спустя 50 лет. 5 апреля с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз ТМА-21», которому присвоили имя первого космонавта Юрия Гагарина. Юбилейный запуск «Союза», как и первый в мире старт космического корабля «Восток» с человеком на борту, прошел не совсем гладко. Гагаринский полет 12 апреля 1961 года чуть было не сорвался из-за неисправного люка. Об этом написано в рассекреченных документах. Инженеры и техники буквально на ходу устраняли неполадки. Через 50 лет на той же стартовой площадке, словно дежавю, планировалось, что «Союз ТМА-21» Гагарин полетит 30 марта, но забарахлил блок связи «Квант-В». Заменили, но полет задержался на 6 дней. И вот 5 апреля знаменательное событие. Для двух российских членов экипажа, командира корабля Александра Самокутяева и первого бортинженера Андрея Борисенко, это первый полет в космос. Американский космонавт Рональд Гаррен летит уже второй раз. За день до запуска на Байконур прибыла делегация почетных гостей, которых Федеральное космическое агентство пригласило принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейному запуску «Союза». Среди гостей известные ученые, спортсмены, политики, литературные деятели. Понаблюдать за запуском корабля приехали и гости из Самары. Не просто так. «Союз» создавали на самарском предприятии ЦСКБ «Прогресс». Посмотрев эту ракету, которая сегодня улетит в космос и гордость берет за наш регион, что мы имеем отношение к космической отрасли, к строительству этих ракет. Сегодня мы привезли сюда и молодежь, и ветеранов, чтобы воочию молодежь посмотрела, что делается в Самаре и каким образом развивается космическая отрасль. Со времени первого полета человека в космос ракетостроительная промышленность в Самаре шагнула далеко вперед. Сегодня, просматривая историю развития космоса, действительно другого пути нет. Будущее строительства за космическими ракетами и будущее развития нашего предприятия, в том числе и в Самарской области. Для гостей провели экскурсии по всему космодрому. Они побывали на стартовом комплексе «Энергия Буран» в монтажно-испытательном цехе филиала ЦСКБ «Прогресс», посетили музей Байконура. Видите, мы приехали сюда в этот исторический момент вместе со студентами. Это замечательное событие, которое через пять лет повторяется запуск Юрия Гагарина. Только уже не человека, а корабля космического. И поскольку ребята здесь присутствуют, вот студенты наши молодые, у них глаза горят. Вот пригодятся эти знания для того, чтобы осуществить великие полеты, о которых мечтали первые космонавты, в том числе и Гагарин. Полет на Марс – одна из мечтаний всех космонавтов. Глядя на космическую мощь, на летательные аппараты, рядом с которыми человек, что песчинка, гордость берет за страну, которая способна создать такое, говорят самарские студенты. Вообще мало, какая страна может выводить на орбиту, даже если у нее очень высокий уровень технологий, с собственного космодрома выводить на орбиту аппараты. Я горжусь, что живу в стране, которая обладает такой мощью. За несколько часов до старта началось одевание космонавтов. Без посторонней помощи облачиться в скафандры невозможно. Члены экипажа проходят последнее обследование под контролем специалистов и десятков сверхточных приборов. Состояние отличное. Слегка неуклюжей походкой, громоздкие костюмы не приспособлены для передвижения по Земле, астронавты выходят на стартовую площадку. Им помогают подняться по трапу в космический корабль. В 2 часа 18 минут после полуночи начинается отсчет. Знаменитые «Поехали» спустя 50 лет после полета Юрия Гагарина произносит Александр Самокутяев. Команда «Старт», столб пламени, оглушительный рев двигателя. Натужно и медленно «Союз» отрывается от Земли. 9 минут кажутся часами. Наконец доклад. Корабль отделился от третьей ступени, полет нормальный. Спустя сутки «Союз» остыковался с Международной космической станцией. Полет первого космонавта Юрия Гагарина длился около двух часов. Члены экипажа «Союз» ТМА-21 проведут в космосе 164 дня и вернутся на родную Землю лишь в сентябре. Субтитры подогнал «Симон»!